Сегодня мы поговорим о ключевом эпизоде в событиях 1917 года, событиях 100-летней давности, вот буквально действительно благодаря им или из-за них открылась дорога к Октябрю, к Октябрьской революции, новая фаза развития событий. И речь идёт о Корниловском мятеже. Это было в конце августа 1917 года по старому стилю, в начале сентября 1917, значит, соответственно, по новому стилю. И как вот принято говорить, был ли мальчик, а был ли мятеж, и вообще что это такое? Удивительно интересная история, если в ней начать разбираться. Тут и элементы детектива, тут и интересные психологические ситуации. Здесь просто главные персонажи, а это генерал Корнилов и премьер-министр Керенский. Это просто, наверное, для артиста какому-нибудь была бы, так сказать, судьба сыграть. Ну вот нет, ни фильмов, ни книг вменяемых, да, это я уже адресуюсь к нашему гостю, доктору исторических наук Александру Пыжикову, профессору Московского государственного педагогического университета Александру Владимировичу. Ну давайте постараемся сегодня вот как бы и заинтриговать, и не только оценками швыряться, как принято обычно делать в разговоре об истории, опираясь на факты, на набор фактов, понимая логику действий персонажей, вот когда-нибудь это было сто лет назад, а не с сегодняшнего дня. Да, Андрей Сергеевич, добрый вечер, спасибо за приглашение. Вот, действительно, Корниловский ментеж, это что-то такое, сродни детективу, что можно, значит, в жанре в этом описывать. Действительно, очень насыщенная, так сказать, эта вся эпопея Корниловская. Вот, ну прежде всего, конечно, нужно несколько слов сказать о самом Корнилове, вообще откуда он взялся. Ну это генерал, понятно, значит, российской армии, но тем не менее. Таких было много. Да, 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 я об этом и говорю, да, вот почему именно Корнилов оказался, вот, так сказать, на переднем, так сказать, краю этих событий, как он оказался... Политическим лидером. Да, вот, водоворот на самом верху, как это получилось. Ну, на самом деле, был такой персонаж, очень известный, это Александр Иванович Гучков. Александр Иванович Гучков еще в бытность свою в Третьей Государственной Думе занимался очень таким важным перспективным делом. Он там создал военно-морскую комиссию Государственной Думы, которую он возглавлял, и занимался тем, что приглашал разных перспективных офицеров там, генералов. И там же мы встречаем и Лукомского, например, и Колчака Александра Васильевича, это все идет оттуда. То есть вот это вот ядро там уже как бы было вокруг Гучкова. То есть какие-то политические курсы для военных профессионалов. Мы стали молоды турками еще тогда, в те времена. Но вот интересно, что никакого Корнилова там не было поначалу, да, и быть не могло, потому что Корнилов не являлся тем, значит, генералом, тем, значит, военачальником, на который вообще Гучков мог положить глаз. Значит, да, он не находился в Петербурге и не входил в первый эшелон военных. Как он там появляется? На фронте Корнилов попал в плен. И вот эта история с пленом, она принесла ему популярность. Популярность в каком смысле? Ну, скорее, побег из плена, конечно, а не сам плен. Да, не сам плен, конечно, побег. Этот побег действительно был прекрасно Корниловым разыгран. То есть за нос обвел всю вот эту вот австрийскую разведку. У него же был богатый многолетний опыт военного разведчика. Он там весь теньшань прошел, маскировывал. А также в Китае, конечно, конечно. Чуть бы не сказал под талибов. Нет, 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 не талибов. Он действительно, значит, очень мастерски учел ту ситуацию, которая там была. И смог обвести вокруг пальца вот эту вот всю спецслужбу австрийскую и бежать. И, кстати, при побеге ему помощь оказались, значит, там чехи, которые, значит, тоже там были к нему в плену. И поэтому вот я, когда эмигрантские газеты смотрел, там всегда подчеркивали теплое отношение Корнилова к чехам. И вот этот побег мастерский им проделанный, да, он принес ему большую популярность на самом деле. Он действительно вернулся сюда на белом коне, что называется. И вот тут Александр Иванович Гучков сразу включил его в свою обойму, которую он просматривал. Он с ним познакомился. Значит, они с ним контактировали, общались. И Гучков начал... А это какое время, если... Это 16-й год уже, 16-й год. Гучков уже не был депутатом Госдумы. Он был в госсовете потом быть избран. Но также он был председателем Центрального военно-промышленного комитета. Я напомню, такая вот общественная организация по помощи фронта. Ну, давайте все-таки ближе к сути этих событий. Но ведь принято считать, что при этом Корнилов все-таки не был политиком. Нет, нет, нет. Корнилов это вообще никакого отношения к политической жизни не имел. Ему это вообще чуть-чуть далеко и непонятно. Все эти перипетии, партийные расклады. Просто когда случился февральский-марцевский переворот, то Гучков начал двигать Корнилова. И Колчака, кстати, тоже, да. Это были его такие, стали его любимцы. Причем к этому моменту уже Корнилов сначала... Все говорили, что раньше, до войны, он был так монархически настроенный. То есть, ну, как бы не отличался от многих. То теперь, после общения с Гучковым, он уже был антимонархический. И вот после переворота Гучков начал его толкать наверх. А именно как? Вместе с Родзянко они решили сделать его начальником Петроградского военного округа. Это очень важно. И Алексеев очень возражал. Алексеев очень возражал. Он не хотел, значит, вообще видеть Корнилова в какой-то серьезной роли. Так можно сказать, что Алексееву через колено просто сломали. Да и Брусилов не хотел. Да никто не хотел. Я могу объяснить, почему. Потому что Корнилов был белой вороной вот в этом генералитете. Белом. Так уже потом оно стало белым. Царская вот эта армия. Почему это был, значит, он там белый вороной? Корнилов – это уроженец Семипалатинска. Ну, он из простой казацкой семьи. Из простой казацкой семьи. И даже внешний вид такой посмотришь на него. А давайте вспомним, если так посмотрим, как обычно не смотрят. А кто представлял, что представлял генералитет высшей царской армии? Это абсолютно украинско-польско-немецкий разлив. Все. И Деникина, который полуполяк. И Алексеев, которого жена Перуцкая. Но он крепостного еще при этом. Да, да. Конечно. Им все это не нужно было. Это совершенно другая среда. Она сплоченная всегда была. Вот эта военная романовская элита. Тут какой-то выскочка из Семипалатинска в роли равных ему никак не устраивал их. И вот это противодействие, оно сразу же началось. Как-то Гучков его начал двигать. А Гучков не остановился. Он сказал, а что, собственно, Петроградский военокруг? Давайте Северный фронт сделаем специально для него. Включим и Балтийский флот туда, под Корнилово. Здесь это надо. Он сможет. Это, в общем, был страшный конфликт. Алексеев грозил уйти в отставку. Но в отставку ушел Гучков. Заведай вперед, потом Алексеев-то будет спасать Корнилова от расправы. Нет, а из Быхова-то он сбежал Корнилов уже, к чему мы сейчас придем чуть позже. Но когда началось формирование белогвардейского движения, это все снова вспыхнуло. Между Корниловым, между Алексеевым. Ну да, это уже другая история, разговор у нас впереди. А здесь, значит, Корнилов таким образом попадает, проявляет себя очень хорошо в апрельский кризис, когда он говорит, дайте мне указания временному правительству. Я сейчас все это разгоню в апреле, когда вот эта ситуация первая. Ну дело не в том, просто что-то разогнать, а дело в том, что появились советы, появились солдатские комитеты. Советы он не переносил на дух, и он не поддерживал вот эту советскую политику. Давайте вот эту позицию для слушателей уточним. Значит, армия уже не действует по прежнему порядку. Значит, приказы командиров должны быть утверждены полковыми, родными солдатскими комитетами. Смертная казнь за дезертирство отменена вообще, как в стране отменена, и все. И дальше давайте воевать до победного конца. Теперь концепция солдата-гражданина. Керенский ее продвигал. Обращение, ну ладно, демократические обращения, честнее отдавать. Конечно, это все генеральские верхи, и они понимали, что это грозит просто дезорганизацией армии. И Корнилов был в этом числе. Он очень бурно выражал свое недовольство. И он еще пытался вычистить изверенных там, где он какие военные структуры возглавлял, вплоть до назначения главнокомандующего. Он решил, ставил цель вычистить всех партийных людей. Там эсеры, большевики, ну разные партии. Он сказал, всех отсюда гнать, к черту матери, армия вне политики. Вот у него это самое. Ну вот и смотрите, что получается. Значит, вот классическая ситуация двоевластия, когда есть сила без власти, это советы. Это реальная сила рабочих солдатских депутатов. Но власть легитимная они не обладают. Наоборот, есть власть в лице Временного правительства. Легитимность крохотная какая-то от Государственной Думы Временного комитета ее опять-таки. Ну это мистическая такая. Поэтому там сцепка в лице того же Керенского Александра Федоровича, который ключевая фигура. Он подбегал эти солдатские комитеты. Он же человек родом из Советов, он человек родом из СССР, но при этом он входит уже в первый состав коалиционной правительства Временного. А заложен демократии он там. И растет там, растет. И в июле после подавления вот этого недовосстания, мы о нем говорили в предыдущих программах, значит, такого гибридного смешанного выступления в Петрограде, когда вроде бы мирная демонстрация, но с оружием в руках, и не просто кого-то, а солдат Петроградского гарнизона в расчете на то, что все, так сказать, само собой к Советам достанется. А в результате там возникло сопротивление, перестрелки, достаточно кровавая история. И, в общем-то, получилось, что вот тут вот Керенский на коне оказался, он после этого кризиса становится министром-председателем. Очень, конечно, здесь Керенский-то был военным и морским министром, когда Гучков ушел. Он это ждал, поскольку здесь он решил, понимал, что на этом поле произойдет рывок вверх его политический. И он разыгрывал карту солдатских комитетов. Это вплоть было до вот этого наступления 18 июня 1917 года. Это наступление долгожданное, обещанное союзникам, что вот сейчас пойдет наступление, оно пошло. И Керенский говорил, успешность выступления будет только вот через солдатский комитет. Они вдохнут жизнь, они демократизируют, значит, войска все, и поэтому победа будет обеспечена. И вот когда через 10 дней после 18 июня, значит, все это застоприлось, и подошли немецкие войска, которые в пять раз меньше были русских войск, и русские войска просто побежали, не хотя воевать. Они не хотели воевать, в этом смысле побежали. И фронт провалился, и вместе с фронтом провалилась вся вот эта вот концепция Керенского, что солдатские комитеты, советы, значит, это в армии, так сказать, их средств. Это залог успеха. Не большевики, а те же эсеры, меньшевики, представители других партий. Вот все мы объединимся, офицеры, солдаты. Вот эта ставка не сработала. Рухнула, она просто рухнула, Андрей Сергеевич, рухнула. И вместе с ней тут же преобразился Керенский. Он уже дистанцировался от Советов вообще, от всех своих бывших коллег по Совету. Сказал, что вы, значит, вы виноваты в этом провале, в Тарнопольской катастрофе, которых воспользовались большевики еще в этот трудный момент, поскольку вы со своим советизацией всего и вся довели до ручки. И теперь ему, Керенскому, придется это все расхлебывать, поскольку, значит, ситуация ужасная. И тогда милости просим Лавру Георгиевичу, возглавьте армию. И всплывает, конечно. Савенков, это был тот СССР, который находился в дружеских отношениях с Керенскими. Он в трудную июльскую минуту 1917 года всячески ему помогал всякими советами. Вот он и посоветовал, обратил внимание на Корнилова. А, кстати, армия Корнилова на Юго-Западном фронте, это была единственная, где фронт не провалился. Он смог удержать войска. Он ввел просто смертную казнь за дезертежку. Он на самые резкие, конечно, на резкие меры всякие шел. И это не могло быть незамеченным. Но все, что вы рассказываете, оно укладывается в вот эту схему. Они нашли друг друга. Керенский и Корнилов нуждаются друг к другу в этот момент, потому что... Андрей Сергеевич, сначала нашли себя Брусилов и Керенский. Там такая любовь была. Под дождем сидели в автомобиле, они поняли друг друга. Все, значит, они нашли друг друга, значит, все эта находка друг друга закончилась. Как выступление захлебнулось, Брусиловым роман закончился сразу же. Он от него дистанцировался просто, как от Чумнова просто, Керенский. И вот теперь подходит Корнилов. Но вот здесь такого большой любви между ними, хотя они нашли друг друга, сразу не получилось. И Керенский был сразу насторожен, потому что Корнилов коренным образом отличался от Брусилова. Это нельзя было не заметить, и Керенский это понял. Но, во-первых, поведение. Вот Ставка Могилев, да, военная Ставка там размещается. Там солировал один человек. Это предводитель местного совета Могилевского по фамилии Гольдман. Он там ходил, говорил, что я посланец Петроградского совета. Мое слово, значит, без меня здесь ничего не происходит. Что делал Алексеев? Алексеев, значит, вынужден был с ним общаться. Брусилов с этим Гольдманом просто ходил во внимку по всей Ставке. Корнилов, когда приехал, этот Гольдман заявился к нему и сказал, я, значит, вот такой-то, я здесь. Он сказал, я понял, арестовать его. Из-за чего сразу пошел конфликт с Петросоветом, да. Когда там Серетейли, Дан, Гоц начали название. У тебя говорят, что он делает? Он такого человека, значит, задержал там. Это было. Дальше что? Корнилов-то выяснилось. Чукеренский напрягся. Он просто понял, что, значит, он вытащил Корнилову, назначили его, да, верховным главнокомандующим. И тот со следующей минуты буквально просто не пошел, а полетел по собственной траектории, не обращая внимания на Керенского. А что такое собственная траектория? Во-первых, он сказал, помимо армии, о смертной казни, что вот упоминали правильно, больше. Он сказал так. Все предприятия, которые работают на оборону, должны подчиняться Ставке. Так, затем, земли, где Чернов, СССР, министр земледелия, запретил вот это все земельные сделки, купли-продажи, да, то есть это, исключаем товары на денежные отношения сферы сельского хозяйства. Это политика из Чернова была. Значит, прекращаем, приостанавливаем действия Чернова. Все помещики на ура, значит, сразу. И тут Керенский просто понял, что если так пойдет, через несколько недель ему руководить-то будет нечем. Это везде будет, это, корнилов. Транспорт и дисциплину, ну и все это совершенно оправдано обстоятельствами военного времени, когда, значит, Керенские же тоже завойнут до победного конца обязательства и прочее. И абсолютно логично, как бы не относиться белое и красное, но в ситуации, когда страна воюет, ну, должен быть военный порядок, и Корнилов его олицетворяет. И, как я понимаю, к концу августа начинает, так сказать, набирать вес не просто потому, что вот он вот такой, да, а своей программой. Ну, с ним надежды начинают связывать, что Керенский не военный человек. Я кланю к этому государственному совещанию. Да, нет, а мы сейчас к нему подойдем, потому что, да-да, это важная очень точка. Потом Корнилов, значит, заявил Керенскому, что надо устроить вообще-то специальное финансово-экономическое совещание. Какое-то, говорит, совещание. А где министры, кто финансово-экономический блок, да, по-нашему говоря, они будут подчиняться ставке. То есть ему. Ну, значит, тот каждую неделю он ему что-то такое выдавал. Но Керенский, значит, понял, что все это как-то нехорошо. Между ними должны были быть какие-то объяснения. Ну, хорошо-нехорошо. А Борис Савенков как посредник-то удивительный же человек. Борис Савенков, автор этой корнилового назначения. Он автор этой концепции. Савенков-Филоненко, комиссар. А тогда же еще вот просто, чтобы слушателям тоже было понятно фон. В газетах же на следующий день все вот то, что вы говорите, вот все вот эти вот подоплек, вся в газетах изложена. Со всякого рода оценками, значит, натягиванием носа там Буратино и так далее, и так далее. И получается, что, значит, недоверие-то какое-то между ними уже возникает. Конечно, сразу же большое недоверие. Надо объясняться по поводу многих. И все-таки вот я опять возвращаюсь к своей теме, теме любимой, да, которую я вот относительно из 17-го года развиваю. И раньше вот эти два десятилетия. Ставки, опоры Керенского и Корнилова в плане финансово-экономическом были абсолютно разные. Корнилов стал, благодаря тому, что Гучков привел его к питерским банкирам, он стал именно их инструментом, с помощью которого они хотели выправить все политическое положение, разогнать советы, выкинуть к чертову матери Керенского, который не вызывал у них никаких эмоций, кроме отвратительных. И, собственно говоря, изменить весь ход политической жизни. Как? Только через Корнилова. Важно очень чего. В чем еще сошлись? Питерская группа была абсолютно, я это везде вот напоминаю и прошу всех обратить внимание, она абсолютно не была адаптирована к партийно-политическому формату. Абсолютно. Вот эти партии, это было далеко от этих питерских банкиров, этого было никогда не нужно. Это что-то лишнее для них было. Мыслили системно. Они работали при Минфине, это продолжение Министерства финансов. Зачем им какие-то партии в данной ситуации нужны? Они воспитаны, выросли на этом. Кстати говоря, Корнилов тоже был далек от всех этих партийно-политических раскладов. Он их не понимал и не приемлил, они ему не по душе были. И тут, конечно, они очень сильно сошлись. Сошлись на чем? Лавр Георгиевич, ты будешь национальным лидером. Нам не нужны эти керенские эсеры, большевики, кадеты, дуют всех. Это все, так сказать, понятно, что говорится, но слышится ли, воспринимается ли. Главное, что мы пока обнаружили в рассказе об этой истории, это наличие трех сил. Правильно? С одной стороны, это Советы. Еще не большевизированные. Еще Лев Давидович Троцкий сидит в крестах, и результатом подавления Корниловского мятежа будет его освобождение. Да, да, 4 сентября. Причем вот, цитирую, на основании того, что у прокуратуры нет оснований подозревать, что он будет скрываться или что-то скрывать. Да, конечно, он поехал брать совет, да, он не скрывался, или другие планы были. Его через три дня выбрали председателя Петра Совета, и он разъезжал в автомобиле. Дали трибуны официально. Вот, это прямое следствие, чтобы было понятно, к чему привело то, что Керенский с Корниловым, вдруг начав действовать заодно, в результате в какой-то момент разошлись и стали врагами. Это очень интересно, это как бы даже с элементами детектива истории. Но тут степень ненависти к Советам была разная у Керенского и Корнилова. У Корнилова все-таки максимальная была, и он в Советы, в общем-то, и Керенского туда. Да, у него принципиально, а у Керенского все-таки к Советам было... Тактическая, потому что он вышел оттуда, да, они ему как бы сейчас мешают, да, вот они путаются под ногами. Но, с другой стороны, просто сказать им, пошли вон отсюда все, я не хочу, не может. Он не может, поэтому в какой-то степени нужен Корнилов. Он же строил у себя, я посланник демократии советской, да. Поэтому в какой-то степени нужен Корнилов на него, в случае чего, можно списать эту инициативу. Они пытались друг друга использовать. Инициативу, да. Керенский хотел, значит, использовать Корнилов, его руками разогнать. Все-таки, значит, для того, чтобы сложился этот альянс, нужно было какая-то площадка для обнародования позиций. Это было государственное совещание в Москве. Вот эти кадры из фильма классической версии Тихого Дона, когда офицеры подхватывают прибывшего на вокзал. Это на Белорусский вокзал приехал из Могилева, значит... Ну да, Корнилов. Корнилов на это совещание, вот это пик его популярности, потому что он собирает не просто массу сторонников среди офицерств, в котором, так сказать, опять... Там уже все общественные деятели. Там и кадеты, там и правые, вот как Шульгин, значит, монархисты, ну, такие умеренные, либеральные. То есть он целую силу, у него есть и свой центр, и свои правые, и свои левые. И получается, что голым королем становится Керенский в этой ситуации. Он не может не пойти на какие-то контакты, на сделку с Корниловым. Без Корнилова ему деваться некуда. Это вот исходная позиция, в которой они начинают действовать заодно, разрабатывая план разгона, значит, ну, как бы советов, даже без всяких как бы в Петрограде, и какой-то, значит, нейтрализации Петроградского гарнизона. Там по всей видимости, вот даже автомобиль Керенского, у него флаг был все время красный, когда он ездил вот летом, а потом, после июльского вот этого, значит, события, уже на Андреевский сменил. Вот это тоже деталь, но характерная. Это тоже деталь, но характерная. Кстати, забегая вперед, скажем, что после подавления Корниловского мятежа, Керенский первым делом провозгласил Россию республикой, свободной республикой 1 сентября по старому стилю. Чего никто не заметил. Вот, предвосхитив этим самым решение, которое должно было принимать учредительное собрание, то есть опять попал в просаг. Три силы, значит, обозначились здесь, с одной стороны, это советы, с другой стороны, временное правительство, и с третьей стороны, некая, так сказать, сила, представленная, вот, олицетворяемая генералом Корниловым. Принято считать, что это, вот, монархически настроенный, так сказать, нет, вот, наш эксперт сразу, так сказать, говорит, что нет, 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 вот, интересно. Арестову Александру Федорову, для чего он? А-а-а. Сам на его туда и послали для этого, чтобы отсеять все эти разговоры о монархизме. Из его биографии, да, вы хорошо сделали, что напомнили, поэтому не все так просто, да, и поэтому, с другой стороны, шансов на успех, совместное такое решительное действие, направленное на то, чтобы закрепить успех. Ну, в чем заключалась цель? Ликвидировать все самозванно, самостийно, так сказать, откуда-то непонятно откуда возникшие органы власти, претендующие на то, чтобы руководить, да, это вот эти советы казачьих, крестьянских, солдатских, рабочих, которые все-то, пятое-десятое, да, значит, при этом же есть временное правительство, есть армейские структуры, и вообще для начала идет война уже, так сказать, который год, да. И поэтому, значит, ситуацию, конечно, надо брать под контроль, это умом понимают все. При этом, значит, большевики, Ленин там где-то траву косят в разливе, значит, они в бегах, они, значит, частично арестованы, частично нелегальное положение перешли, сняли временно лозунг «Вся власть с советом», значит, с повестки дня, и вот действительно, пожалуйста, дорога на Петроград в буквальном переносном смысле открытая. 25-26 августа по старому стилю 1917 года, вот эта знаменитая туземная дикая дивизия, она входила в состав третьего кавалерийского корпуса, командовал этой группировкой генерал Крымов, вот он идет вперед. Вот, как и договаривались Керенский с Корниловым, но тут Керенский почему-то Корниловым начинает звонить и говорить, а вы бы сняли Крымова, давайте любого другого, как будто в Крымове дело, кстати, трагическое. Все, да, но мы просто очень упустили вот эту вот реперную точку, государственное совещание, где была очная встреча Корнилова и Керенского. Во-первых, она началась, эта встреча еще в Петрограде, потому что он со Ставки не сразу поехал, а он поехал в Петроград и заявился вечером около шести часов Керенскому без предупреждения. Суд просто обалдел, а что это такое-то? И Корнилов сказал, что у него срочные вопросы, надо собрать правительство. В итоге, значит, Керенский обзванивал, собирал это все правительство, и там вот у них было первое как бы выяснение позиций перед государственным совещанием. И поехали они из Петрограда в Москву раздельно, не вместе, и приехали, и заехали они, да, совершенно по-разному. Керенский приехал с громадной свитой и расположился на жительство в Кремле, аналогии сразу какие. Что сделал Корнилов? Совершенно по-другому. Он приехал в этом вагоне. Скромно в метрополе. Нет, 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 он вообще не выходил в город жить. Он приехал в этом вагоне, который вот, вагон главнокомандующего, и там остался жить на Белорусском вокзале, правильно, вот туда, куда приехал. Там была огромная встреча. Встреча пиаровски была очень сильно обставлена, поскольку от питерских банкиров пиаровская компания, его адъютант Корнилова занимался, это Завойко, это представленный от питерских банкиров человек из финансового мира. Вот он этим занимался, такой связной между ними и Корниловым, который письма писал за Корнилова своим почерком и отправляли на Невский проспект в офис банков. Так, переписка поддерживалась. И как он приехал, он остался жить в вагоне. Там была встреча, ура, кричали там, да, офицеры нетрезвые. Но это игра. Это игра. И потянулось, и в вагон потянулись общественные деятели. Очень интересно, вот это вот время их пребывания, оно все известно, это все уже историки установили по всем воспоминаниям. Журнал посещения салона вагона, вагона, да, во время его стоянки на Белорусском вокзале. Вот был Пуришкевич, да, он туда заявился. Корнилову принял. Пуришкевич был две минуты. Он ему сказал, все. Значит, Милюков 20 минут. Уже хорошо. А вот делегация Путилов, Вежнеградский, Давыдов и другие питерские банкиры, их там было человек семь, восемь, да, почти три часа вот они с ним сидели. Вот это перед государственным освещением. Хорошо, Александр Владимирович, я просто боюсь, что мы до конца вот этой истории не доберемся. Значит, ну что получается? Первые два дня, вот то, что потом будет названо мятежом, развивается без сучка и задоринки. Нет, нет, вы же правильно сказали, Андрей, вы в самом начале сказали очень правильную вещь, которая упускается. Это провоцирование нужно было. Да вот я и говорю в кавычках мятеж, договорились же. Они же были, эти мятежи, вот именно в эти числа, которые, говорит, это мы сейчас как бы уже к этому относимся так без внимания. 21 августа, 22 августа, мятеж, монархический, так называемый, Керенский разоблачил монархический мятеж. Монархический заговор начинается, поднимает голову эти черносотенные элементы. Арестовали несколько великих князей. Первых арестовали тех, кто провожал Николая Второго в ночь на 1 августа. Это его брата Михаила Александровича Младшего и еще его там другого брата, неродного Павла Александровича. Они с ним встречались. Их Керенский объявил самыми главными зачинателем монархического заговора. И с них начались аресты. Потом, значит, арестовали на Кавказе Бориса Владимировича, который там пребывал. Якобы он там офицеров каких-то собирал. То есть, подготавливал, что вот этот заговор монархический. А где он был, этот заговор? Этого не было. А с другой стороны, значит, вот председатель союза казачьих войск, то есть казачьего совета генерал Дутов, ему говорят, а ты, ботинка, давай-ка организуй якобы выступление такое антиправительственное, которое мы вот там и подавим. То есть, против советов. То есть, угроза слева, угроза справа, монархическая, большевистская. А большевистская сама по себе рисовалась. 27 число, это полугодовщина 27 февраля. И все почему-то были убеждены, что 27 февраля будет большевистский мятеж. Там говорили, так там же вроде Троцкого нет, там Ленина, Зиновьева тоже нет. Вот с этим надо уточнить, потому что тут же что получилось, что с одной стороны, значит, ну, те революционеры без всяких кавычек-то, вот, и большевики, и революционно настроенные, и антибуржуазные, и так далее, они-то понимали свою участь в случае победы Корниловского выступления. Поэтому-то они выступали как раз не якобы, а на самом деле. И железнодорожное полотно у Павловска было разобрано-то вполне конкретными, так сказать, рабочими и революционными солдатами из Петроградского гарнизона. То есть, они готовы были обороняться и защищаться. Но что происходит потом? Происходит на следующий день, 28 августа. Керенский сдаёт приказ вооружить рабочих Петрограда и остановить Корнилова. Вот что произошло? Ну, вот давайте там уточним, во-первых, там вот эти детали очень важные. Во-первых, большевики, конечно, сникли в августе по тем причинам, о которых мы называли, да? И, на самом деле, наибольшее раздражение вызывал не Ленин уже, который исчез с горизонта, да? Наибольшее раздражение вызывал Виктор Михайлович Чернов. А он активничал там по полной программе в августе. Он заменял Ленина, фактически. Он говорил то же самое. Ну, надо только добавить, что он был председателем партии эсеров, да? Так он министр земледелия ещё. И при этом бы уходил во временное правительство. И вот он там ворочил вокруг земли. То есть это потому, что вот, когда говорят большевизация советов, вот она произошла как результат подавления, как неожиданное следствие того, что Керенский всё-таки стратегически проиграл. И теперь вот по заговору очень важно. Уже с военных берём. Вот уже те, кто участвовал, с офицеров, да? Что там было? Мы имеем воспоминания сейчас. И я вот это говорю. Это уже ужас. Во-первых, Корнилов сказал балкирам, что надо там снабдить людей, которые, значит, всё это будут разгонять советы. Корзиночки? Ну, типа корзиночки. Путилов сказал, да, мы ждём. Значит, пишите письмо. И вот, ну, Завойко пишет письмо. Приезжайте. И вот приходят два офицера из ставки. С письмом, написанным Завойко, правда. Путилову открывает. Это Завойко. Он знает его почерк. Он у 20 лет как знает, да? Вот. Где в письме написано, что, как договаривались, надо выдать 800 тысяч рублей. Потом цифра зачёркнута 800 тысяч. И сверху написано миллион 200 тысяч. Путилов говорит, погодите. Ну, почерк, я всё понимаю. Значит, у меня нет вопросов. А что, цифры зацеркнули? А где? Почему? Время просто не было там. Спешили, поэтому не успели. Только зачеркнули и бегом сюда к вам. Поэтому надо миллион 200, а не 800 тысяч. Значит, он говорит, ну, давайте, я сейчас вам выдам там 800. Там чуть меньше он выдал. А за остальным приходите завтра. Он хотел связаться. На самом деле, Завойко уже раз делал такое. Они не пришли, эти полковники, эти офицеры. Он, значит, начинает. А что это такое, беспокоится? Ему говорят. У Путилова уже там огромный штат в этом банке. Все всё знают в Питере. Что целая толпа 50 человек офицеров, которые прибыли оттуда, пьянствует уже второй с утра в одном из фешенебельных ресторанов Питера. То есть мы и этой суммы хватили. И он пошёл. Путилов, значит, взбешённый, выбегает из своего офиса на Невском проспекте и в этот ресторан. Врывается туда. Там эти сидят, полупьяные публика. Он говорит, это что такое? Путилов говорит. А эти, а, мы забыли прийти за следующими деньгами. Да ща давай сюда вези. Нормально всё здесь идёт. Ща мы тут отечество спасаем. Отчизну. Но Путилов всё понял, что это такое. Это тоже было, да. Я заплёк его вскрыли, потому что, так сказать, вот трагически это выглядит, если говорить о судьбе генерала Крымова, который в одиночку уже после того, как Корнилов вдруг объявляет изменником. Он, значит, да, ну, вот это вот результат этих источенного телефона. Он застрелился. Он застрелился. Это не те, которые пьянствовали в фишнебном ресторане-то, да? Вот как разделить? Вот всё же намешано через один, да? Жизнь такая, жизнь такая. И в этом смысле и позиция этой Корниловы тоже, она такая ступенчатая, как чёрные и белые клавиши на рояле. Ну, они якобы договорились. Причём договорились как? В Москве стоял спецвагон для восьми человек. Восемь человек – это делегация должна быть в московское купечество. Вот финал, развязка, драматическая, вот оттенок детектива. Как так получилось, что начинали вместе, начинали заодно? А уже, значит, через два дня после начала выступления и выдвижения войск, значит, под командованием генерала Крымова, под общим командованием Корнилова к Петрограду, Керенский вдруг объявляет Корнилову государственным изменником и отдаёт приказ вооружить рабочих Петрограда. Вообще, Александр Фёдорович у нас – основатель Красной гвардии пролетарской, значит, рабочей, которая потом в октябре 1917-го его же и свергнет. Да, вот кому было рождено наоружение. Ну, здесь вот всё-таки в чём подоплёка? Потому что шли интенсивные переговоры между Корниловым и Керенским, и как бы представителем этих переговоров был вот этот Владимир Львов, бывший депутат Госдумы, четвёртый, теперь вот он там оберпрокурором был. Да, не путайте с этим, который был председателем. Нет-нет-нет, это разное. Временного правительства, другой, да? Ну, как вот говорил в одном романе, да, жалкая ничтожная личность, но сыграла свою роль в истории, причём ключевую. Запомните это имя, Владимир Львов. Нет, Владимир Львов, ну что делал фактически Владимир Львов в этой ситуации, если подоплёк это разобрать? Он пытался утрясти интересы питерской и московской группы. Он был представителем. Почему? Поскольку вот мы до паузы говорили, в Москве стоял готовый вагон, где сидело для восьми человек. Причём это Рябушинский, Третьяков, их адвокаты, Родзянко и Николай Львов, родной брат Владимира Львова. Он тоже был членом Госдумы четвёртой. Ну хорошо, стоял вагон, в котором выдавали деньги. Нет, нет, там не выдавали деньги. Этот вагон должен был ехать в ставку, что это самое всё. Но до конца висел этот вопрос. И он же на самом деле, вот эта ниточка оборвалась. Если сейчас Советы Корнилов разгонят, то затем он разгонит и Керенского. И что это будет за новая конструкция, значит, правительственная? Так там будут первые скрипки, опять играть эти Путиловые, Вышнеградские. А мы, Рябушинский, Коновалов и Третьяков, Второв, друг другу говорили, глядя друг на друга. Мы опять, что ли, для чего мы боролись-то 20 лет? Для того, чтобы опять, значит, прийти к тому же самому? Так, 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 хорошо. Да что же это такое? Борьба группировок, не все влезают в этот условный салон вагон. Так они просто-то не влезли. И Керенский понял, что он не влезет. Они его выкинут, эти банкиры с Корниловом. Выкинут. Не сейчас, так потом. Нет, но всё-таки мастерство политика заключается в том, что надо поставленную цель-то решить. Или иметь за планом А, план Б, а то получалось, что повороты все друг. И в итоге проскочили вот Советы, которые большевизировались. Правильно. Они изменили свой облик. Ну, а как иначе, если получается, что начинают действовать заодно, что все газеты пишут, что у нас теперь триумвират будет, Корнилов, Керенский, Савенков. Всё нормально. Всех устраивает. Нет, произошла вот этот срыв большевизации Советов. И отсюда вот это вот в воспоминаниях уже после фразы Керенского, что он не Ленин всё сорвал, а Корнилов. Вот это не Ленин. Ленин это производно уже было. Мелочь. Ну, интересно. Значит, Керенский потом всё, так сказать, свалил. Керенский с Корниловским мятежом рухнул и сам Керенский. А, и понятно, почему. Зачем ему ругать Ленина, если он сам его, в общем-то, изразливо позвал. Андрей Сергеевич, на демократическом совещании, когда он взял и там и сказал, речь-то его самая такая была неудачная, это где вас свистали, где он сказал, что я победил, значит, там Корниловский заговор из зала Крики. Не ты, Советы победили. Значит, он уже сразу. Или он сказал, что никто не может здесь мне бросить упрёк в эти трудные дни. Смех скакивает, можем, можем, и бросим упрёк. Причём это с разных сторон. Он весь был деморализованный. Это уже не был тот Керенский оратор. Хорошо, я максимально чётко попытаюсь сформулировать вопрос, насколько реально действительно было в замыслах Корнилова, разогнав Советы, войдя, значит, силами Туземной и прочих дивизий своих в Петроград, разогнав Петросовет, всё-таки потом следующим, так сказать, просто левой рукой, просто невзначая отодвинуться. Вот так в списке ходили, Адрей Сергеевич, в списке ходили, Завойко, который был адъютантом Корнилова от петрских банкиров, он списки правительства составлял. И главное, чем занимался Львов, утрясти место там для Москвы, чтобы их не отталкивать. Вот играя, значит, как бы эти условные шахматы за Керенского, другого хода нет, надо остановить Корнилова. Только он его остановил. Ну, он его остановил. И знаете, что он начал делать-то аж 31 августа, когда вот это всё уже провалилось, он кинулся к телефону, набирая Москву, обзванивать Кишкину. Это его друг-врач в Москве. Обзвонить всех московских купеческих толстосумов. И Второго, и Третьякова. И где Коновалов? Кишкин говорит, нет Коновалова в Москве, он на юге. И Керенский дозвонился в Крым, звонил на юг, чтобы он снова сделал опор на эту московскую группу, с которой до революции он и выходил на политическую арену. Он же не сам по себе выплывал. Не надо было расставаться, телефончик надо было при себе всегда такие держать. Вот, но тогда, видите, понятно, что другого пути у Керенского не было. А ведь, заметьте, Керенский не звонил Путилову с Ушнеградским, находясь в Зимнем дворце рядом буквально. Конечно, не звонить-то не надо. В этом смысле тогда всё-таки вот в моей личной голове какая-то логика утрясается. В понимании Керенского происходит мятеж, просто ему до конца правды не говорят. Львов, вот этот Владимир, приезжая из Могилёва, ему говорят, знаете, там такое про вас, вам туда нельзя ехать, значит, они вас там же и арестуют. А Корнилов не скрывал, я разгоню всех, и Керенского, значит, в том числе. А коль скоро у него это не получилось с Керенским, и он сам оказался под арестом, потому что история на момент, вот, сентября, середина сентября 1917 года заканчивается совершеннейшей победой Керенского. Корнилов арестован, ещё вместе с ним 21 генерала. Это потом станет ясно, но вот можно же было и следующую партию сыграть, но потом выяснится, что у него просто военной силы под рукой не останется. И, кстати говоря, вот это разочарованное офицерство, юнкерство и так далее, и так далее, люди военные, они будут злорастовать в октябре 1917-го, когда свергнут большевики. Так вам и надо, не понимая, что их самих ждёт после прихода к власти большевиков. А тогда ещё не понимали до конца, это я вот всегда повторяю. Вот вы нам, мол, не нужны были, а вот большевики нас на учёт берут, а зачем они на учёт берут? Там даже была логика, вот правильно, в подтверждении ваших слов, там была даже логика, да пусть большевики разгонят к чёрту матери, они всё равно провалятся через 3-4 месяца, зато это будет стимулом для здоровых сил. Чем хуже, тем лучше. Они не представляли, что это будет, никто не представлял. Просто убрать эту Керенскую, чтобы его не было. Удивительно, что ведь всё это происходило ещё, значит, вот большевизация-то, оно произойдёт, Советов. Да, конечно, Питер и Москве. А, значит, вот пока это происходило подавление Корниловского мятежа, были части боеспособные, которые выполняли приказы Керенского. Это же тоже нельзя снимать, так сказать, с чаши весов. Поэтому, значит, ну, я к тому, что какая-то мера покоя, стабильности, порядка какой-то, если угодно, инерции стабильности, она ещё сохранялась. И вот это всё вот с февраля по сентябрь, оно подвергалось испытанию, искушению, да, постоянным какой-то, постоянным проверкам на прочность вот эти структуры. И до поры до времени они выдерживали. И тут, казалось бы, тоже выдержали, да? Ну, я вот как для меня вот этот сентябрь и вот этот октябрь, вот эта половина первого октября, я всегда называю это вот тем временем, которого могло бы и не быть. Пустое время абсолютно. Почему? Потому что после Корниловского мятежа, обвала Корниловского, было ясно, что что-то дальше произойдёт. Вот это вот большевистское вот это вот... И нельзя сказать, что да, Керенский сидел сложа руки, он предпарламент созывал. Ну, да, там всё это холостые ходы. А почему выборы в учредительное собрание не провести на скорую руку-то? Мы примеров в истории сколько... Ну и куда-то сколько откладывали-то там? Вот зачем откладывать? Вот посмотрите, если в декабре 17-го, уже после того, как большевики взяли власть в свои руки, эти выборы состоялись, и большевики их проиграли, и победили те же эсеры, то неужели бы они не победили бы в сентябре 17-го или в том же октябре? Кстати, у большевики, вот учредительное собрание, в конце скажу-то, действительно, они, большевики, очень грамотный ход избрали. 5-го января собралось учредительное собрание, и его вечером 5-го разогнали. Ну, 18-го года. 6-го они не смогли прийти, это было только первое, как бы там была многоходовка, это первый этап. Тут же уже собирается с 6-го на 7-е первый профсоюзный съезд российский, который противопоставлялся учредительному собранию, что здесь собрались люди дела, кто вот работает, люди труда, а здесь собрались полтуны, политические патенты учредительного собрания. Это уже фразеология нам понятная по последующим временам, мы в данном случае вот механику и детали развития событий именно до октября, перед октябрем. Нет ответа на вопрос, почему промедлил, да, Керенский, почему он эти выборы... Я, по другой, с другой стороны, подоплека такая, с моей стороны, питерские, московские не смогли финансово-промышленные группы между собой договориться, в который раз. Не было между ними доверия, так оно не возникло. Вот здесь сама Буржуазия не смогла в такой момент сыграть какую-то роль. Да, вот в Западной Европе смогла, здесь нет. Хорошо, это уже внятный ответ. И в отличие, скажем, от... Ну, в рабочем классе тоже было там, кто за меньшевиков, кто за эсеров, кто... То есть тоже единство как бы не наблюдалось. Но в данном случае нашлась вот эта знаменитая фраза... Ну, так Буржуазии-то себя говорили. Есть такая партия. Нет, а Буржуазии-то что из себя корчило? Что мы, те лучшие силы, мы должны вести общество. Куда же вот вы повели вот этот переломный момент? В пропасть повели? Так эта вина на вас лежит. Тут уже царят никакого близко даже нет. Ну, подводя итог вот Корниловского мятежа в кавычках или без, все-таки вот надо признать, что армейская офицерская такая корпоративная честь и солидарность выразилась в том, что Михаил Алексеев по собственным своим словам принял бесчестие на свою седую голову и согласился принять пост начальника генштаба при главковерхе Керенском. То есть результат подавления Корниловского мятежа это не только большевизация Советов, но это Керенский у нас министр-председатель, диктатор и главнокомандующий армии, при котором все вроде бы продолжает действовать, жить и существовать так, как это было и до того. Вот это результат событий на сентябрь 2017 года. Спасибо большое. У нас в гостях был доктор исторических наук Александр Пыжиков.